Здравствуйте! Россиянам пообещали увеличение зарплат. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью российской газете заявил, реальные зарплаты в России будут расти. Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению. Также министр добавил, что необходимая работа с региональными властями уже ведется. Что касается сегодняшнего дня, самые высокооплачиваемые пермики – руководители, строители и энергетики. Служба исследований зарплата РУ сравнила средний заработок в профессиональных сферах. Больше всех в 2016 году в Перми могли заработать руководители – 44,5 тысячи рублей, строители – 43 тысячи рублей и работники отрасли энергетики – 33 тысячи рублей. Также в прошлом году выросла зарплата у государственных служащих до 18 тысяч рублей, а вот у медработников средний заработок снизился – до 22 тысяч рублей. Каждая пятая строительная компания в Прикаме прекратила работу в прошлом году. Как сообщает бизнес-класс, со ссылкой на опрошенных экспертов, в первую очередь речь идет о небольших подрядных организациях. Основная причина – нехватка оборотных средств. По данным Пермстата, по итогам 10 месяцев 2016 года число убыточных компаний в строительной сфере достигло 35,5%. А по информации Краевого министерства строительства и ЖКХ, на начало января 9 застройщиков находятся в процедуре банкротства. Открытие второго гипермаркета лента в здании Пермской ярмарки запланировано на апрель 2017 года. Как стало известно СМИ, сейчас питерский ритейлер завершает работы по реконструкции фасада комплекса и набирает персонал. На работу в магазин требуется полный штат сотрудников, продавцы и логисты, кладовщики, повара, пекари, мощицы, кассиры и администраторы. В новогодние праздники россияне покупали в интернете смартфоны, видеорегистраторы и мелкую бытовую технику. Покупательскую способность наших соотечественников оценил Яндекс. С 1 по 9 января граждане сделали на 50% онлайн-заказов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Например, продажи мобильных телефонов выросли на 36%, ноутбуков на 56%. Больше чем вдвое увеличилось число онлайн-заказов одежды, обуви, косметики и парфюмерии. Товары для хобби покупали чаще в два раза, а украшения и бижутерию почти в три с половиной раза. Удвоилось и число покупок в китайских интернет-магазинах. При этом средний чек составил 1700 рублей. Курсы валют на 18 января – доллар 59,40 рубля евро, 63,28 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!